По молитвам к ним уже происходят чудеса, прославлены первые святые в Хабаровском крае. Их тоже могут канонизировать, о ком собирают сведения сотрудники епархии. Почему этих людей назвали часовыми родины? Жизнь единственного женского монастыря в крае показал известный фотохудожник. Историческое событие произошло на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае прославлены первые святые – священномученики Леонид Серебренников и Филипп Раскопов. В главном храме края Спасопреображенском был совершен особый богослужебный чин. Помолиться на нем собрались все архиереи Преамурской митрополии. Приехало множество народу. И вот торжественно выносятся иконы новых святых. Они написаны инокинями Петропавловского женского монастыря. Оглашается постановление Священного Синода о включении имен священников Леонида Серебренникова и Филиппа Раскопова в соборного мучеников и исповедников Церкви Русской. На службе читается их житие. Отец Филипп родился в Самарской губернии и впоследствии был переведен на Дальний Восток. Здесь был рукоположен священнослужители. Владыка направил его сначала в село Вятское, а затем перевел в Троицкое. Это было время лихолетия, шел 1919 год. Проходя свое служение, тоже был замечательным священником. Обращали люди внимание на него, на его доброту, скромность. Семья была большая. Когда началось революционное действие в России, одна из банд красноармейцев, которая находилась на Амуре, так называемая Трепицная, приехала в село Троицкое. Батюшку вытащили на Амур, когда был лед, уже это было 6 декабря. Сначала его избивали, издевались над зимой, в итоге утопили его в проруби. Отец Леонид Серебренников принял мученическую кончину в селе Лермонтовка. В годы лихолетия он приехал сюда заменить больного священника. На этом месте когда-то находился храм покрова Божьей Матери. От его здания еще остались фрагменты фундамента. В этой церкви батюшка и был настоятелем. А в этом доме 7 января 1919 года отец Леонид устроил рождественскую елку для детей. После елки, которую он грызовал для детей, его одна из банд большевиков вытаскивает на улице, ведет до речки, над ним издевается, а его утопили в реке. Предположительно в этом месте отец Леонид Серебренников принял мученическую кончину. Ни он, ни священномученик Филипп Распопов не отказались от Христа. На службе глава митрополии благословляет народ образами святых, после чего их располагают в центре храма для всеобщего поклонения. Архиерейский хор поет молитвы вновь прославленным заступникам. Смысл такой, что священномученицы защищайте нашу землю, охраняйте нашу Россию, наш народ, помогайте нам. Как их издевались над ним, пытались их склонить к отречению от Бога, но они твердо стояли в своем исповедовании. Исподобились христианской кончины, высшей среди всех святых, это мучениц, мученицам за Христа. Теперь мы можем все творить им молитвы, просить их помощи у Леонида и Филиппы. Их память на местах будет теперь рукавечена. И Бог знает, может, в скорости мы обретем их нетленную мощь. В житии, когда читали, конечно, были такие грустные моменты, я всплакнула, но было настолько интересно, удивительно тем, что они вот как смелые люди, Господь им даровал дух смелости, и они пошли прям пострадали за Христа. Я считаю, что они проявили очень великое благородство. Это наши, да, цветы, это наши, именно из-за этого мы пришли, конечно, прекрасная была служба, очень много сегодня людей, которые специально приехали. Теперь вот иконка есть, даже раздавали. Здорово. Будем обращаться. На службе митрополит наградил людей, которые помогли епархии собрать сведения о новомучениках и увековечить их память. В их числе руководители коллектив Краевого музея имени Градекова. Его сотрудники составили мартиролог о пострадавших за Христа в земле Хабаровской. В нем имена и судьбы священников, монашествующих и мирян. Работа продолжается. Мы собираем, конечно, материал в основном из архивных источников и из открытых документальных источников. Но, слава Богу, сейчас силами епархии нашей Хабаровской исследования продолжаются активные в том плане, что находятся даже и родственники многих пострадавших за Христа именно на нашей земле. И из этого вычерпаем новый материал, открываем новые имена. И, я думаю, конечно, это не последние святые, которые будут прославлены у нас на нашей земле Хабаровской. Сейчас сотрудникам епархии удалось найти сведения о более чем 20 священниках, мирянах, которые пострадали в годы гонений. Документы на двоих из них находятся на рассмотрении Синодальной комиссии по канонизации. Что же касается новопрославленных священномучников, то установлены дни их памяти. Память отца Леонида Серебренникова церковь будет отмечать 6 декабря. Филиппа Распопова, 7 января. Они совместили труд следователей и историков. Документы, сведения о священномучниках Филиппе Распопове и Леониде Серебренникове сотрудники епархии по крупицам собирали в течение 10 лет. Рассказать о проделанной работе съемочная группа программы «Благовест» попросила члена комиссии по канонизации Юлию Шутову. Юлия, здравствуйте. Чин прославления, богослужебный чин прославления наших дальневосточных святых – это, можно сказать, венец огромной проделанной работы. Скажите, пожалуйста, какой ценой далось решение по канонизации? Предварительная работа какая-то, да, уже начата была по некоторым священникам, мирянам, монашествующим, которые пострадали в годы гонений на церковь. И основа какая-то некая у нас была. Но помимо того, что, чтобы подавать именно на канонизацию, нужен действительно обширный список и документов, и свидетельств, и подтверждений. Для нас это, конечно же, большой труд, да, собрать все эти документы, потому что смерть, например, отца Филиппа и отца Леонида пришлась на 1919 год. Вот это год, когда уже совершилась революция, когда здесь было очень неспокойно на Дальнем Востоке. Очень долгое время здесь происходили и гражданская война, как бы, да, отголоски, интервенция, и революционные вот эти события. Села, поселки, города переходили из рук в руки. Была большая неразбериха. Естественно, что очень многие документы, они либо не составлены были, либо были утрачены. В этом была самая большая проблема. Плюс еще архивные данные, они в годы Великой Отечественной войны, документы с архива, они забирались и перевозились, так как у нас приграничная территория, чтобы не погиб архив, если что, их перевозили вглубь нашей страны, в Сибирь. И по окончании Великой Отечественной войны не все документы к нам вернулись. То есть часть осталась в Сибири, часть попала в архив Дальнего Востока, который расположен на Владивостоке, часть вернулась сюда, часть в Благовещенск. То есть это была очень большая работа архивная, во-первых. Мы ездили в Благовещенский архив, в Николаевский архив, в архив Дальнего Востока, в Владивостоке, переписывались с Омским архивом, с Иркутским архивом, обращались даже в Америку, потому что многие родственники погибших эмигрировали и в Америку, и в Австралию эмигрировали, и в Харбин. То есть мы смотрели и документацию Бюро по делам эмигрантов, которые нам из Китая, в свою очередь, передали в Государственный архив Хабаровского края. Только в одном этом архиве, например, 54 тысячи дел. То есть это очень большая действия работок. Мы собирали данные, но не только по архивам, были еще и так называемые полевые выезды. То есть мы ездили на места непосредственно гибели священников, собирали сведения у тех, у старожил, у тех, кому рассказывали бабушки, дедушки. Прошло, в принципе, сто лет, и еще некоторые люди живы, которые свежо вот это воспоминание, семейные всякие предания, сохранились какие-то письма, воспоминания, что-то еще. Вот такого характера была работа. Конечно, это большая работа по просмотру периодических изданий того времени. Очень большая подшивка различных изданий и красного толка, и белого толка, и церковных изданий. Все, что могли, все мы просматривали, все собирали, все искали. Ну и есть просто какие-то такие моменты, кроме как чудом, например, не назовешь, стоило там одному из наших священников, входящих в комиссию от Сусофронии, поехать, например, поступать в Белоруссию, в академию, и неожиданно услышать там знакомую фамилию Серебряников. Оказалось, что батюшка, который произносил эту фамилию, как раз-таки служит в этой церкви, где венчался отец Леонид и хотел написать работу по его отцу. Вот, и так мы узнали сведения о родителях, например, отца Леонида, как получили фотографию его папы, его мамы. Узнали, что его папа тоже пострадал, оказывается, и умер в лагере в 1940 году. То есть вот такие вот, и большая работа, и большая помощь, наверное, чувствовалось самих. Вот и отца Леонида, и отца Филиппа, когда ты начинаешь работать над этим, как-то вот не передать на самом деле эти ощущения. Говорят, не бывает доброго дела без искушений. Были ли они у вас при работе? Конечно, очень много и трудностей, когда начинали заниматься новом учениками, ну, просто все сыпалось. Со всех сторон был такой период, когда мы уже формировали документы, чтобы подать в Синодальную комиссию на рассмотрение, потому что после того, как мы все собрали, мы отправляемся в Синодальную комиссию, она рассматривает, выявляет какие-то недочеты, какие-то на доработку присылает, да, то есть мы там поправили, что-то переделали, доработали, отправили. И потом это все уже после одобрения комиссии попадает на стол Святейшему Патриарху. И вот, слава Богу, Святейший Патриарх со Священным Синодом в августе этого года утвердили наше предложение, которое подавал наш митрополит Хабаровский и Приморский Артемий. И мы обрели двух священномучеников на нашей Хабаровской земле. Это же действительно такое историческое событие, потому что это первые святые. И вот когда мы подавали эти документы, уже какая-то финишная прямая, и настолько было тяжело, настолько с разных сторон все на тебя просто валилось и падало. Я все время говорила, ой, так тяжело, только что потолок не упал. Так тяжело, только что потолок не упал. И мы поехали в поездку в село Новокуровка, и там упал потолок. Вот, поэтому, ну вот, оно и радость, и очень большие переживания, сопереживания. То есть для меня эти, мне кажется, что я про них знаю больше, чем про своих родственников. Потому что, ну, просто, ну, годы, действительно, вот четыре года просто сидишь и переживаешь за ними. То есть даже знаешь, чем это закончится, и все-таки думаешь, может быть, нет, может быть, нет. На самом деле, вот такая их трагическая смерть дала такую большую радость сейчас, да. То есть вот эти вот, здорово, что у Бога ничего не остается незамеченным. То есть Господь видит все, и вот в течение времени раз, и вот просто такое счастье, взаимное такое ликование, такое прославление. Ну, не знаю, все здесь сложилось, все получилось, Господь благоволил, и очень радостно, что являешься хотя бы, ну, какой-то частичкой вот этого вот счастья. Какие чувства Вы сегодня испытывали на течение прославления святых? Я помню, что мы когда узнали решение Священного Синода, у нас это было полпятого утра. То есть мы не спали все, каждый сидел по своим, да, квартирам и переписывались друг с другом. И когда выложили это решение, наконец-то, конечно, была очень большая радость. И плакали, и радовались, и все на свете. Но потом как-то наступили какие-то будни, да, то есть у нас же еще есть список. То есть эти два человека в череде большого списка, они, ну, здорово, мы прославили, но есть еще, которые хочется прославить. Как-то вот работа затянула, и мы все ждали очень эту службу по прославлению, потому что казалось, что вот именно на этой службе мы в полной мере сможем ощутить это счастье. На самом деле так и произошло. То есть то, что вот произошло сегодня, это как какой-то итог, венец, финал. То есть мы наконец-то поняли, что вот оно, ну вот оно этим завершилось. Большое счастье, непередаваемое. Получается, что члены нашей археальной комиссии по канонизации, они, можно сказать, совмещали работу следователей, историков. Мы совмещали тут всех, исследователей, на самом деле, потому что здесь большая была именно такая. То есть мы опрашивали людей, мы делали, протоколировали это все, да, потому что все должно быть зафиксировано. Большая, как археолог. Мы там выезжаем и копаем, и ищем, да. То есть и такая историческая работа, исследовательская, большая. И очень тяжело, вот здесь вот не было, допустим, да, протоколов допроса. А у тех священников, которые есть протоколы допроса, оно невозможно. Я, на самом деле, столько выплакала всего над этими протоколами, над этими судьбами, да, людей, что мне казалось, что я не могу. Я приходила к Владыке и говорю, Владыка, я не могу, ну почему я, я не могу этим заниматься. Ну, то есть я ночью не сплю, мне действительно плохо. Но Владыка говорит, вот нет, вот такое послушание. И вот, слава Богу, что и Владыка очень сильно поддерживал и молился, да. И мы просили их, еще не прославленных, мы просили помочь, потому что оно уж очень было, действительно, временами очень тяжело. Поэтому Господь помогал, и вокруг нас были такие люди, которые вот тот недостаток наших знаний и умений, они как-то восполняли. То есть профессионалы, которых сегодня мы благодарили и награждали, то есть и архив, и музей, и частные лица, да, ну, то есть очень большая помощь была и от них. И сейчас Вы тоже молитесь нашим дальневосточным святым о своих нуждах, личных нуждах? Конечно, я им молюсь, конечно, у меня сразу же иконку поставило, когда еще узнали, что уже все, действительно, я, ну, непередаваемые ощущения. Я вот сейчас закончила писать детскую книжку про отца Леонида, и мы работаем с иллюстратором над иллюстрациями к этой книжке. И, то есть это, мне кажется, это только начало, то есть вот это, я сказала, что это итог, финал, венец, да, но на самом деле, то есть это начало только в другом статусе жизни их, жизни как наших заступников, как наших святых, как наших покровителей, которые ходили по одной и той же улице с нами здесь, в Хабаровске, которые в храмах здесь молились, так же, как и мы, которые такие же, как мы, только своей верой чуть больше, крепче и святее, чем мы. Может быть, у вас есть уже чудеса в вашей личной жизни, которые совершались по молитвам наших дальневосточных святых, священномученика Леонида, священномученика Филиппа? Да, то есть у меня есть, то есть когда раз что-то неожиданно, то есть я даже этого не ждала, я говорю, а что? А мне говорят, а это тебе за новомучеников, то есть, да, вот, и, ну, на самом деле, это удивительно, оно так и есть, то есть, а я думаю, действительно, раз там или ситуация разрешилась, или то, что я просила очень долго, или какие-то неожиданные вещи, да, на самом деле, вот, а потом я это как-то не связывала, а потом мне люди сами же говорят, я говорю, а за что мне? Они говорят, а это тебе за новомучеников, вот, и очень сильно чувствую в своей жизни эту, то есть я говорю, что очень родные, ну, эти вот священники, они стали очень родными, и я думаю, что очень чувствуется их помощь. Работа продолжается, насколько мне известно, вы сейчас собираете сведения о 24 дальневосточниках, которые пострадали в годы гонений, это священники, верующие миряне. Да, у нас список из 24-х человек, о ком-то мы знаем немножко больше, о ком-то меньше, о ком-то мы вообще знаем только имя, там, в Охотске нам люди говорят, а у нас был священник, по-моему, зовут, звали Владимир, вот тогда-то там его с утеса скинули, все, что мы знаем, как бы вообще ничего больше, да, или о ком-то мы знаем немножко побольше, вот сейчас мы, еще два человека у нас на рассмотрении комиссии, это Владыка Пантелеймон Максунов и последний настоятель Иннокентьевского храма, отец Виктор Козловский. Отец Виктор Козловский уже пострадал в годы репрессии, 37-го года был расстрелян в тюрьме, в подвале тюрьмы НКВД в Вятке 11 декабря 1937 года, вот, а Владыка Пантелеймон Максунов в 31-м году почил в лагере в Мариинске, вот, сейчас на рассмотрении находятся их дела в комиссии, и еще два человека, это протеорей Серпион Черных и протеорей Рафаил Воецкий, оба погибли в 1920-м году в Николаевске, вот, по этим людям мы уже знаем достаточное количество информации для формирования пакета документов, которые можно подавать, ну, опять же, то есть не всегда подача документов, значит, канонизацию, но для нас важен сам результат, сам результат того, что мы о них вообще знаем, то есть прославят их или не прославят, это уже, нас Владыка всегда так настраивал, прославят или нет, это уже, ну, как бы, Господь решает, да, а вот о том, что мы должны их знать и помнить, это в любом случае важно, и поэтому, вот, мы говорили сейчас о мартирологии, да, который был составлен, и, конечно же, очень хочется, чтобы было переиздание этого мартиролога, уже более наполненного новыми фактами, фотографиями, документами, я думаю, что такая работа совместно с музеем будет продолжаться. Сейчас, наверное, пишутся какие-то особые молитвы нашим священным мученикам, каноны, акафисты, которые будут использоваться на покослужениях. Сейчас мы пользуемся общеутвержденными, тропарь, контакт, молитва, общеутвержденная, которая существует для новомучеников, для того, чтобы составить какую-то другую молитву, да, ну, именную такую, то есть она, конечно же, с именем, да, получается, ну, мы просто, она типовая, но мы поставляем имена своих священномучеников. Для того, чтобы составить то, о чем вы говорите, это нужно сделать, действительно, работа такая ведется, потом отсылается на утверждение богослужебной комиссии, утверждается патриархом, то есть это тоже вопрос времени. А пока мы пользуемся тропарем, контакомой, молитвой, которая была утверждена общим почитанием. Расскажите, пожалуйста, каким образом будут обретать мощи наших дальневосточных святых? Здесь зачитывали постановление, да, о том, что в случае обнаружения их останков, читать их мощами святыми. Про отца Филиппа мы знаем, что у нас есть свидетельство о том, что его после утопления весной, когда река размёрзлась, рыбак нашёл тело и сообщил об этом матушке, но хоронить власть его не дали. То есть его просто оттолкнули, и могилой, так скажем, стала река Амур. Вот. А насчёт отца Леонида мы знаем примерно, по также воспоминаниям и свидетельствам старожилы, жителей села Лермонтовка, что его всё-таки похоронили. На кладбище Лермонтовки хоронить его не дали, но, видимо, хотели сделать такое зло, но сделали на самом деле благо, потому что он был похоронен у стен храма. Для священника, конечно, это большая почесть, быть похороненным возле храма. Поэтому сейчас мы занимаемся сбором подтверждающих документов о том, что в радиусе вот этих вот 10 метров он, возможно, похоронен. Также подаётся всё это не так просто, всё подаётся также патриарху на рассмотрение. Если это будет нами доказано, что действительно, возможно, останки там находятся, будет создана специальная комиссия, в которую входят и судебные эксперты, криминалисты, и историки, в общем, там свои законы, и тогда уже можно будет приступать к поиску мощей. Юлия, благодарю вас. Всего доброго. В главном соборе края митрополит Артемий наградил благодетелей. Он поблагодарил прихожан компании, которые внесли свой вклад в роспись алтаря Спаса Преображенского собора. Так, медаль за усердные труды во благо Хабаровской гепархии Владыка вручил генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Транснефть Дальний Восток». Он подарил меценату и икону новопрославленных дальневосточных святых священомочников Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова. Компания «Транснефть Дальний Восток» на протяжении всей своей трудовой деятельности, а в следующем году, уже это 15 лет, мы взаимодействуем с церквями и храмами в регионах своего присутствия. Мы считаем это дело важное и нужное, особенно в наше непростое время. Мы приняли участие в такой почетной миссии, как роспись алтаря Преображенского собора. Будем мы дальше взаимодействовать по данным вопросам. Алтарь главного собора края расписывали более полугода. Трудились здесь мастера, которые работали над фресками в храме Христа Спасителя, в Новодевичьем монастыре, а также в главном храме Вооруженных сил. Хабаровские иконописцы создали образа в византийском стиле, том самом, который преобладал на Руси в 15 веке. Этот период считается расцветом иконописного искусства. Мастера выполнили фрески Спасителя Благословляющего, ветхозаветные сюжеты евангельской истории. Здесь лики угодников божьих и ветхозаветных пророков, а также отцов церкви, святителей Василия Великого и Анна Златоуста. Они составили чин богослужений. Роспись шла при личном участии губернатора Хабаровского края. Спасо-Преображенский собор является визитной карточкой города. Благословил его построить святейший патриарх Алексей II. Возведена церковь на берегу Амура в 2004 году на пожертвования простых людей, а также предприятий и организации. В соборе находится кафедра митрополита Хабаровского и Преамурского Артемия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ее и Накинь назвали «часовыми родины»? Жизнь единственной в крае женской обители представлена в объективе фотокамеры. В Дальневосточном художественном музее открылась выставка, посвященная Петропавловскому монастырю. Снимки сделал известный мастер Олег Семенов. Работая над образами член Союза фотохудожников России, некоторое время жил в обители. Очень такое хорошее название «часовые родины». Нам сейчас в это время неспокойно нужно особенно возвращаться к нашим истокам, возвращаться к нашей вере. Сейчас многие говорят о том, что нам нужна идеология. А в России никогда идеологии не было. Идеология – это то, что придумывают люди, а вера – это то, что дал нам сам Господь Бог. Никогда идеологии не было. В 2017 году мы попытались что-то создать в своей идеологии. Но к чему это все привело, мы видели в нашей истории. Поэтому монашество – это такой особый путь жизни на земле. Господь Бог дал людям на земле три спасительных образа жизни. Первый – это монашество. Второй – супружество. Ну а если не получилось ни то, ни другое, то что? Честное одиночество. Вот, собственно, для этого. Вот таким образом человек, спасаясь, живя в вере в Бога, исполняя его завтра, достигая Царства Небесной, в вечной жизни, в районе. Существует определенная традиция в виде пострига. Это все не так просто. Люди полностью посвящают себя Богу, они отказываются от семьи. Это вещи, которые обычным мирянам довольно сложно понять. Это те люди, которые молятся за нас в конечном итоге. И второе – это то, что поражает, и то, что они показывают, пример веры вообще. Над фотовыставкой о Петропавловском монастыре Олег Семенов трудился по приглашению Хабаровской епархии. В этом году обители исполнилось 20 лет. Мастер является победителем конкурсов «Лук от Владивосток. Народа Сибири». Между прошлым и будущим черно-белый портрет. Он дипломант приморских и международных выставок. Мне было очень интересно пообщаться с Олегом. Мы разговаривали, скажем так, не только о технических особенностях фотографии, а, наверное, больше о психологических особенностях. Потому что фотограф, который пришел с кучей оборудования в храм, на службу, это очень непросто. Это совсем не репортажная съемка. Это очень огромная работа, во-первых, по установлению взаимопонимания с людьми. А если говорить вот сугубо о таких душевных терзаниях, да, и духовного свойства трудностей, то это, конечно, съемки в алтаре. Потому что это настолько святое место, да, там как бы миряния не должны быть, по идее. И вот в этом смысле это тяжело. А на самом первом этапе, когда я снимал, всегда это были сложности, связанные с тем, что ты хочешь ты того или не хочешь, но ты вторгаешься в общение человека с Богом. Понимаете, и это очень тяжелый, я вам скажу, такой крест, который приходится нести фотографу, который пытается снять это. Выручает то, что это благословлено. И тем, что все стороны знают о том, что это Богоугодное дело, и что ты делаешь это для того, чтобы решалась миссионерская задача, чтобы это показать людям и таким образом привлечь людей к вере. В качестве часовых Родины автор представил 15 насельниц женского монастыря. Они бессменно несут свою вахту, молятся за людей день и ночь. Монах является духовным воином. Он стремится не к славе, богатству, комфорту, а самоотверженно служит Церкви Христовой и людям. За духовной помощью сюда приезжают паломники из разных городов и сел и получают утешение. У кого-то впоследствии налаживается отношение в семье. Кто-то рожает долгожданного ребенка, а кто-то исцеляется от болезни. Есть люди, которые обретают веру и начинают жить по-новому. Сестры не только возносят прошения, но и трудятся. В обители есть молочный цех, иконописные, мозаичные, швейные, вышивальные, мастерские. Имеется пасека, огород, коровник. Я просто восхищена и потрясена всем тем, что я вижу. Вы понимаете, вот перенести нашу жизнь на фотографии. Оказывается, столько мы в повседневной жизни за нашими, за нашей суетной жизнью, это естественно, да, за нашими трудами, где только успеваешь вверх-вниз, вверх-вниз смотреть. А здесь вот все это можно увидеть во всех подробностях. И здесь можно присутствовать на этой выставке, я так думаю, часами. Эти портреты, которые отображают именно характер каждой сестры, ее индивидуальность каждой сестры. Они все монахини, а все-таки каждая из них индивидуальна. Это, конечно, потрясает. Основная фотография, которая на колокольне, вот я когда ее увидела первый раз, у меня просто прямо аж дрожь была. Она настолько соответствует названию выставки. И вот тот момент, который был подмечен художником, это, конечно, прекрасно. Дьявол очень не любит монахов. Очень. За то, что они подражают самому Богу. Поэтому молитва монаха, который так жертвует собой ради Бога, вот, она приемлется Богом очень быстро и исполняется. Поэтому задача, задача врага невидимого какая? Разрушить. Разрушить святое православие, разрушить очаги крепости православия. Это монастыри. Для чего? Для того, чтобы губить души человеческие через грех и различные соблазны. А победив веру православную, да, разорив монастыри, дьявол, как правило, не замедляет привести врага внешнего за собой. Вот в истории всегда, это у нас в России, это мы хорошо видим. Поэтому любые наши правители, князья, цари, императоры, они всегда понимали значение монастырей в жизни России. Для чего этому нужно? Это такие духовные крепости. Это такая вот ограда от внешних и внутренних, и видимых правил. Многие вещи пришлось постигать уже, будучи в достаточно зрелом возрасте. Нам нужен какое-то, мне кажется, возвращение к истокам. Остановой хребет вообще государственности, я считаю, православие. Потому что в результате только этого института мы, как государство, сохранились на протяжении веков. Несмотря даже на 70 лет советской власти. Это миг вообще на протяжении тысячелетия, который в православии существует. Даже в советское время, если вы помните, был такой кодекс строителя коммунизма. Я вам скажу, он был полностью собран, извините за сланговое слово, с Нагорной проповеди Христа. Полностью. Там единственное, там Бога не было. Бога не было и все. А все остальное, люди должны приобщаться к Богу, потому что должны быть какие-то очень правильно заложенные в нас на генном уровне уже православия, традиции. Одна из этих работ представлена в Москве на международном конкурсе «Русская цивилизация». Фотография иконописец-мать Алипия заняла первое место в номинации «Духовные скрепы». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok